От Матфея святое благовествование Содержание труднопонимаемых мест Священного Писания Нового Завета В Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди Читаем «Молясь, не говорите лишнего, как и язычники» Вопрос, как это сочетается с долгими православными службами? Что здесь имеется в виду? Не говорить лишнего и молиться коротко — это не одно и то же Не сказано — больше болтайте, больше мечтайте и меньше молитесь Сказано — не говорите лишнего, не просите о суетном Святитель Иоанн Златоуст приводит такой пример Если ты, будучи приглашенным к царю за какие-то заслуги, чтобы получать в него награду Вместо достойного дара, которого удостоил бы тебя царь Попросишь горсточку навоза, то будешь с позором изгнан и ничего не получишь А еще будешь наказан Тоже, говорит Иоанн Златоуст Происходит с теми, кто просит у Бога только земного О своих удобствах печется О материальном прибытке или изобилии О земном только здоровье, не помышляя о здоровье души своей и о устроении ее вечной обители Надлежит молиться о необходимом, подлинно необходимом для всякого человека Запрещая молиться как язычники, прося о суетном Господь в ответ на просьбу апостолов Научи нас молиться, а как же надлежит молиться Представляет трехсоставную А в каждом из трех частей еще по три состава Молитву Отче наш И эта молитва Отче наш обымает все области прошений Которые предписывает Господь каждому из нас Это и прославление имени Господня Это и смирение пред волей Божьей, пред Его спасительным для нас промыслом Это и спрашивание хлеба насущного на всякий день Не оставляя себе суетиться и заботиться о том, что не в нашей власти Будущих лет и дней Но на всякий день необходимое И спрашивать у Господа с молитвой Прилично При том, что Златоуст указывает Понимать слово хлеб Как действительно материальное, необходимое для нашего выживания Средство на всякий день нам необходимое Ибо надлежит и со смирением сознавать Ограниченность своей человеческой природы И потребность всего того, что щедро подает нам Господь Начиная с воздуха, влаги, температур Соответствующих возможностям нашего выживания И пищи, и участия близких И семейной жизни В какой мере кому это необходимо Все сие не противно просить у Бога Но в меру того поддержания жизненных сил Которые нам необходимы для совершения своего собственного духовного служения Надлежит в молитве помнить и о многочисленных своих провинностях пред Богом Потому приносите покаянную молитву Об оставлении своих собственных грехов Помните о том, что дьявол, як и лев, рыкающий Ходит окрест из ки кого поглотите Потому и бдительным быть к содержанию помыслов своих И расположения сердца своего И просить у Господа защиты и благодатной помощи Когда подходит зверь, говорит преподобный отец Не вступаю с ним в схватку рукопашную Но влезаю на дерево То есть прячусь под покровом Божьей благодати Молитвой возношусь ко Господу Ища его помощи против супостатов Но и самое страшное В падении в зависимости от лукавого духа До такой степени, что появляется угроза Наследовать в вечности не тебе, но дьяволу Уготованное озеро огненное Это страх вечной погибели Должен сопровождать жизнь нашу Созидая в нас божественную премудрость Начало премудрости, страх Господень Страху этому присуща и память о тех муках вечных Которые наследуют не соединившиеся В этой земной жизни с Богом Не привлеченные, потому что не захотевшие Быть привлеченными к вечной жизни В Христе Иисусе Господе нашим Вот подлинные предметы для молитвы Вот что заповедует Господь И спрашивать у Него всегда Не увлекаясь стихиями века сего И не превращая молитву в дом торговли Предполагая, что Бог не знает о наших телесных заботах и нуждах Изъяснять Ему, что и как Он должен с нами сделать Господь такую точку в этом разговоре ставит Ищите прежде Царство Божие и правды Его В том числе и в молитве А все остальное приложится Вам Ибо знает Отец Ваш Небесный Все, в чем Вы имеете нужду Еще прежде Вашего прошения А вот прошения о духовных дарах Божьих Отражают Ваше боголюбие И подлинное желание быть со Христом в вечность Субтитры создавал DimaTorzok